Я про Майдан, кстати, отдыхал, вот сейчас в мае отдыхал, и не мог отдыхать. Я с утра включу, посмотрю, и все, отдыха нет. Это каждый день, с утра включишь, и уже не отдыхается. Потому что это наша близкая нам страна, близкая нация, не знаю даже как назвать, потому что на самом деле мы почти один народ, кроме, может быть, самых западных регионов. Естественно, у нас в стране все переживают это, естественно. И странно, что нас так разделили, что там по-другому воспринимается. То есть, как они так перевернули историю, как они так все как-то вывернули наизнанку, это же, даже не знаю, что это такое, это никак не назвать. Это высшая несправедливость, невероятное вранье. История менялась много раз же на протяжении вообще там многих веков, когда действительность выдавалась там эфемерные вещи, там сжигалась литература и так далее. В том же там, когда в 16 веке сжигалась литература, да, там, и переделывалась история. Поэтому мы сейчас в очень тяжелое время живем, когда такая высшая несправедливость мировая, да, и когда гегемония одного государства, которое на самом деле свято верит, что это так должно быть. Почему, никого не спрашивая, да, то есть, они просто верят, они думают. Ну, мы должны сказать, как все должны жить все. Такая глупость, что, ну, вот это надо менять как-то, я думаю. И, естественно, ведь, как они определяют, вот 100 тысяч человек вышло, это народ или нет, да? Да, когда это миллионы люди, люди это миллионы, правильно, да? А 100 тысяч человек решили судьбу миллионов людей, ни с кем не обсудив ничего, да? Предлагались варианты, там, предлагались, там, какие-то компромиссы, да? Нет, все решили 100 тысяч человек. И весь мир принял это. Вот все, вот так должно быть все. Вот отсюда сейчас все эти конфликты с восточной частью, там, и все. И главное, что страшно, что или не понимают, да, или делают вид, что не понимают. Потому что геополитика, как бы, направлена на какие-то достижения каких-то своих целей. Им не важно, сколько человек умрет, там, и так далее. Это мы уже говорили, да, что когда деньги уже просто, там, или экономические интересы просто перечеркнули ценности, в том числе жизни человеческой. Примерно так я думаю.